Приветствую вас, давайте попробуем по порядку собрать то, что вы пишете в своем сообщении. Во-первых, апатия и нежелание что-либо делать. Может быть следствием как среднего заболевания, физиологического, не имеющего никакого отношения к психотерапии и лечения у соответствующего специалиста. Это первый момент. Второй момент. Апатия может быть следствием внутреннего противоречия уже у вас, внутреннее противоречие может быть у вас, и тогда необходимо для начала подумать о том, с какого момента, как давно у вас это начало происходить. Ну то есть по сути речь идет о том, как давно вас это беспокоит. Как давно вас беспокоит то, о чем вы говорите. То есть то заключается именно в этом. Это основной момент. То есть вот вы говорите, у меня апатия, я ничего не хочу делать, копаю столько в телефоне, ну и так далее. А с какого момента это у вас начало происходить? Как давно вы это себе ощущаете? Это ведь очень важный момент, а вы о нем практически ничего не говорите. Но тем не менее об этом нужно разговаривать в первую очередь. В одну из самых первых очередей речь идет именно о том, с какого момента у вас это случилось. Какие-то обстоятельства, скорее всего, повлияли на вас так, что вы теперь испытываете подобную негативную реакцию своего организма на различные аспекты. Ну, как правило, эти аспекты, я уже вам об этом и говорил, этот аспект нечто иное, как противоречит. То есть есть некие внутренние противоречия, конфликты между несколькими вашими «я», которые не позволяют вам нормально существовать. И этот конфликт вы не можете разрешить самостоятельно, этот конфликт вы не можете преодолеть самостоятельно, и из-за этого у вас возникают проблемы, из-за этого у вас возникает атаки. Это еще как вариант того, что с вами сейчас происходит. И это тоже нужно понимать, это тоже необходимо учитывать, об этом тоже необходимо с вами разговаривать, если это действительно есть, если это действительно с вами происходит. Теперь дальше. То, что касается выбора эксперта, то вы можете почитать профиль экспертов, вы можете ознакомиться с ними, посмотреть отзывы, посмотреть, как человек работает, посмотреть на его подход к делу, посмотреть на статистические составляющие профиля. И после этого можете выбрать того эксперта, с которым вам хочется поговорить. Провести одну, например, пробную консультацию для того, чтобы понять, подходит ли вам специалист или нет. Это тоже очень важный момент. И вот именно так вы и сможете по сути дела выбрать себе эксперта. Правда, на мой взгляд, здесь возникает некоторое противоречие. С одной стороны, вы говорите, что у вас нет средств на психотерапевт, а с другой стороны, вы говорите, что не знаете, как выбрать себе хорошего. И тут вот немного непонятно, так нет средств, или вы не знаете, как выбрать. Вот, то есть, это то, что вам, ну, желательно бы для себя прояснить, стараться бы прояснить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.